доброе утро ребята пойдем сонечка выходе у меня что-то тошнит капец что происходит ну что происходит я не понимаю что за фигня что ли от сони опять заразилась но она тогда через два дня заразилась тут уже прошла или неделя таблетку тошноты чуть не очень так я дома не знают меня от меня психолога нет вроде чуть-чуть полегче я же таблетку выпила от тошноты как раз часик уже где-то пришел так пришла мне домой книжечки чехол потому что пришла чехол не понимаете потому что не хочу опять экран я взяла два чехла на выбор посмотреть какой лучше это вот такой коричневый что не фокусирует я думал он будет мягкий как бы не твердый но я думал знаете такой прям мягкий как кошелечек сейчас померяем идеально ну ничего так либо черный мне еще придет сегодня наверное тоже посмотрим ага примагничивается как вытащить чтоб не сломать ого и все что ли я больше не ого окей два свитерка заказала через инстаграм не была уверена что за качество мой блин какой-то тонюсенький но такой симпатичный просто в полосочку мне понравилось сердечко красное и что рукавчики красными вот стоил копейки не помню сколько это сайта знаете какой тут написано happiness истамбуль made in тюрки там какой-то сайт с которого по моему я заказывала то платье помните с такими волшебными рукавами оно не все время вылетает в инстаграме потому что видимо пара заходила митер все время вылетает я думаю какие красивые там кофточки платьишки и потом понимаешь это скорее всего с китая не шлют или откуда-то ну тут написано истамбул какая-то марка не знаю я понимаю что качество то фигня как фигня платье нормально было эти тоже вроде ну вот так на вид нормально выглядят просто что материал качество материала даже нету представляете бирки чтобы посмотреть состав а это вот такая вот синяя с кактусом тельняшка ну так как стоили они копейки ну прям реально копейки то я решила что можно попробовать рискнуть и взять такие две полосатые маечки кофточки все сейчас надо мне полежать чуть-чуть мне немножко красные заплаканные глаза я уже успокоилась нормально потому что сегодня вторник и у меня сеанс терапии первый раз за все время я заплакала вообще не поняла из-за чего ну наверное поняла уже но в моменте то есть ничего такого не происходило мне просто там задали вопрос обычный ну ладно скажу вам что за вопрос в принципе не секрет меня попросил меня психолог попросил описать какая ты вот какая ты юля к я начала плакать ой это капец ребятки так странно я в моменте же думаю а чуть-чуть я начала плакать ну опиши что в чем проблема вообще а сейчас вот я ну сеанс уже закончился я чуть посидела подумала про размышляла шла в себя и вышла к вам на же блог о реальной жизни о реальных морщинах были на интересном интересно конечно тошнота у меня прошла слава богу хочу сейчас кушать я не хочу я либо сейчас почитаю либо посплю когда поплачешь почему-то хочется спать мой ребят я спала поставила будильник ну часик чтобы спала что потом встать почитать нифига вообще не помню что мне кажется еще будильник пару раз прозвенел я отключила ну как бы чтоб уже встать оказалось что он винил больше часа полтора где-то все эти попросили соню пораньше забрать потому что одна воспитательница воспитательница болеет в пол четвертого надо ребенка забрать я резко в три подорвалась случайно еще думаю дай гляну на время и сейчас еду утром ехала тошнило сейчас еду не могу глаза продрать я не знаю что сделать съела три конфеты шоколадных помогает думала сахар поможет нет причем такое такое чувство как будто после вот наркоза ой дача что там ходит не показывай ты делала ну покажи иду иду где что еще тут тут у вас такие игрушки покажи идем еще чё где еще положи эту куколку обратно сон куколку положи обратно пойдем покажешь ничего пойдем хочешь ты не кушала пойдем поехали что что там пойдем одеваться она показана эту девочку которая все время обнимает пойдем до лужица давай ух ты большая дочь ой все пойдем 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 упала осьем лукрая но ничего ничего дома пойдем дома чего спереди прям так много чуть-чуть возьми пальчиком может возьмешь а вот да бери мама тоже в детстве такого я все время обожала как сыпешь пальчиком да вот мама тоже пальчиком дело давай давай быстрее облизывай вкусно я тоже должна что давай 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 делаю все кофе надежды что поможет обычно я же поспала больше двух часов и обычно такое состояние не бывает если я там перри обычно найти если я потом как он ложечка который не мешаю кофе обычно ну бывает и проснулась такая среднем спала разбитое да и потом ты приходишь в себя через какое то время все окей купите себя я просто сейчас готова тут вырубить и не понимаю что это как будто такой упадок сил непонятно еще чуть-чуть какао надо в этот кофе со мною что-то происходит ко мне мой старый друг не ходит так ну вот следующая пришла такая она не очень нравится этот узор с другой стороны он вообще не будет корябаться не узора как-то назвать это фактура или ну не знаю с другой стороны другой стороны просто темная и будет корябаться где-то еще раз так ну вот не знаю выбирайте ребят эту или эту или черный голосуем все открыла рисует как вам наш аутфит только что пописала пописала на диван как красиво соня то фломастеры только закрой все крышечками а то они высохнут и не будут потом рисовать ну я себе сделала еще один кофе потому что один мне не помог но чуть-чуть получше стало думаю еще один выпьем может проснуть к вечеру я хотела лечь соню в девять вечера думаю мне надо выспаться я не понимаю что просто весь день как сосиска какая-то недоваренная хожу все думаю в девять лягу и чем ближе приближалось время в девяти тем больше у меня проходил сон и сейчас полдесятого и у меня не в одном глазу у меня бьется сердечко от кофе я вообще не хочу спать и я бодра как никогда и влог я почти ничего не снимала сегодня потому что у меня не было тупо сил и что вот мне сейчас делать что прикажете кстати вы смотрите сейчас фильмы сериалы и чудо вообще не смотрю я не помню когда в сне раз включал какой-то фильм или сериал это короткие видео на тик токе или youtube по тематике которая мне интересна все вот так посмотреть какой-нибудь художественный фильм или включить сериал я раньше это обожала сейчас что-то вообще как-то рука не тянется не знаю а когда иногда тянется когда родители приезжают я ищу что-то не могу долго определиться потом включаю и и выключаю не знаю ну ладно что тогда попробую сейчас почитать может меня книгу усыпит доброе утро ребята новый день новый день новый мрачный день ой тоже так сонечка давай быстренько так как вчера мало вошел сон не испугала думала секретом сигналит мне кто-то такие звуки у тебя правда подобные какой мимими так как вчера мама снимала из то что странного состояния решила сегодня продолжить этот влог а у меня вы знаете что хотела с вами поделиться мне кажется я вчера впервые жизни испытала тревожное состояние то есть у меня я могла испытывать тревожное состояние но только в тот момент когда действительно было тревожно то есть был повод например я там что-то должна была сделать и сижу не делаю да и у меня такое тревожное состояние потому что блин мне это надо почему я не делаю или какое-то предстояло событие я тревожилась но вот просто так когда ничего не происходит и ты вдруг испытываешь тревогу такого у меня никогда не было и вчера я испытала мне кажется части в этом виноват наверное кофе потому что я выпила им рассказывал вчера два кофе и и они меня в итоге к девяти вечера взбодрили может быть это совокупность да то есть я вот провела сеанс с психологом на котором я расплакалась после чего я там задумалась да может быть затронули мы что-то такое да животрепещущие плюс ну не знаю плюс вот этот кофе кофе я знаю что у многих может повышать тревожен тревожность из того что он стимулятор я вот это вот два кофе плюс вот это вот все и вечера у меня еще знаете всегда включен телевизор как задним фоном я там просто как картинка да либо я что-то всегда смотрю в интернете либо слушаю редко у меня такое что я бываю в полной тишине там горит одна тусклая лампа никаких мелькающих картинок тишина и я это такое такое у меня редко бывает потому что не по себе становится мне всегда что-то кто-то в ушах что-то говорит или с кем-то по телефону болтаю у меня телеки телевизор и смотрю путь передачку я не сижу просто так в тишине мне кажется это странно и вот вчера такой момент что все было выключено горела одна лампа плюс этот кофе и как-то мне что-то стало тревожное я ушла в кровать с этой с этим чувством я лежу и мне как-то не по себе сердце бьется хотя я думаю блин я же засыпала а тут я проснулась сердце бьется я даже не знаю как это писать вот мне показалось что это вот именно то самое чувство тревожности при этом я стою думал что что у такое ощущение что что-то не то что что-то я должна то ли сделать то ли что-то произошло и вот вот как-то так я бы это писала я поймала себя на мысли что беспочвенная тревожность и я стала я решила продышать я несколько раз 10 раз глубокий вдох-выдох и и потом я взяла книгу и первые пару страниц не могла в нее погрузиться из-за этого чувства потом все-таки мне удалось переключить внимание на книгу и это чувство постепенно прошло потом я себя поймала на мысль что о мне нормально мне спокойно и я еще помню что когда мне кто-то из знакомых рассказывал об этом чувстве я знала что оно существует но мне все равно было непонятно как можно тревожиться ни из-за чего да даже если что-то я по натуре такой человек что даже если что-то у меня происходит я не тревожусь я как-то смогу забить большой мне нормально да у меня бывало куча таки ситуации мне говорят блин а как ты вот с этим живешь или с этим а ты не беспокоишься я такая нет я об этом не думаю да мне как-то вот по барабану было я могла отключаться и мне было непонятно как человек может тревожиться а тем более если нет на то видимых причин и вот вчера я это испытала и как и потом в процессе чтения себя поймала на мысль что тревога ушла и я опять погружена в текст и все окей я отключилась но это было очень неприятное чувство напишите кто-то из вас испытывает есть такие тревожные люди или просто испытываете ли вы бывает ли у вас такие состояния когда вроде бы все окей нету какого-то видимого сейчас нет какой-то видимой причины или может быть даже если она что-то есть на вас никогда это не беспокоило и вдруг у вас какая-то тревожность испытывали вы ли вы такое напишите как вы с этим боролись потому что я вот вчера в первой жизни это испыталось и я надеюсь что больше это не повторится и что это реально связано с кофе у меня были такие предпосылки да когда я кофе выпивала едка ой блин боже к руки начинались трястись начинали трястись и я так этому ой ну как-то и на этом заканчивалась а в этот раз видимо пошло дальше я знаю что многие именно из-за этого не пьют какие-то вот стимуляторы энергетики кофе вот так вот ребятки второе доброе утро я поспала два с половиной часа сейчас у меня чай с конфетой и книжечка я надеюсь скоро я уже дочитаю вот осталось ну еще дофига конечно осталось но точно меньше половины такое ощущение что внутри как будто халва ребят я уже забрала ребенка уже мы с ней поели хочу вам показать посылочки тут когда я соня заказывала одежду я с разных сайтов заказала так это и чунде здесь должны быть штанишки штанишки такие вот серенькие клеш пока выглядят большими для меня ну посмотрим серый клеш и вот тут две пары не помню про черные ну видимо они вместе идут да тоже такие же клеш и типа джинсы тоже клеш вот сами джинсы да на деток маленьких тоже продают прям вот из джинсы сделано с пуговкой с этим мне не нравится мне не нравится мне кажется это дико неудобно они собираются здесь все торчит как-то мне кажется вот что-то наподобие вот штанов леггинсов гораздо удобнее на мой взгляд поэтому вот надо будет померить еще остатки из зары не бывает один заказ в разных посылках присылает еще одно платье то платье я в итоге сдам еще не сдала потому что он как не очень на ней сидела боже какое красиво посмотрите на это во первых мега приятный материал во вторых вот этот вот воротничок узор такой нежный боже ж мой мне нравятся такие рукавчики надо будет померить на вид просто красотей так ну и пара книг ну действительно в этот раз немного и причем еще одна повторяется это герман гессе димьян два раза видимо случайно положила два раза и они мне говорят что я могу отправить но у них нету короче за свой счет а книжка стоила по моему это мягкой обложке 6 евро где-то и отправлять за свой счет я не вижу смысла поэтому теперь у меня две одинаковые не знаю может кому-то кому-то подарю лауреат нобелевской премии герман гессе великий писатель без которого немыслима современная литература это у нас кстати да вы заметили классика потому что нонфикшн я уже дофига заказала у меня еще там дофига хотелок да но вот это это я заказывала это был мой первый заказ вот это вот эти книги ну вот они так долго шли наконец пришли философский роман мрачный мистически можно считать его и автоби автобиографичным знаковое произведение оказавшие огромное влияние на дальнейшее творчество писателя далее эрих фром бегство от свободы это тоже от того же издания это у нас издание эксклюзивная классика вот только в обложке мне больше книги нравятся в твердой обложке хотя изначально я думала не в мягкой прикольный но вот почему-то мне кажется в твердой лучше не знаю но вот они есть не все в твердой обложке они перевыпускают в твердой но не все больше их в мягкой вот именно у эксклюзивной классики так это у нас эрих фром бегство от свободы своей знаменитой работе о бегство от свободы эрих фром попытался разобраться почему несмотря на изобилие материальных благ и демократические достижения люди все чаще испытываются область отказаться от своей свободы в пользу политической диктатуры превратившись маленький винтик машины не свободного человека а в хорошо накормленный и хорошо одетый автомат в общем вот эта книга и вторая тоже от него это искусство любить одна из самых известных его работ посвящена непростым психологическим аспектам возникновения и сохранения человеком такого казалось бы простого чувства как любовь действительно ли любовь искусство если да то она требует труда и знаний или это только приятные ощущения для большинства проблема любви это прежде всего проблема того как быть любимым а не того как любить самому следующее это жан-поль сартер тошнота это суть бытия людей застрявших в сутолыки дня людей брошенных на милость чуждой безжалостной безотрадной реальности тошнота это невозможность любви и доверия это попросту неумение мужчины и женщины понять друг друга тошнота это та самая другая сторона отчаяния по которую лежит свобода но что делать с этой проклятой свободы человеку осатаневшему от одиночества так что да смотрела на них обзоры и вот что мне нравилось брала следующая книга это Марк Твен приключения Тома Сойера в детстве ну я не помню читала или нет я по-моему смотрела этот фильм или у меня была пластинка но что-то из этого про Тома Сойера и Геккель Берифина помню в общем тут книжка с иллюстрациями иллюстрации на таких толстых глянцевых страницах а сам текст на такой тонкой серенькой бумаге странно кто читал Тома Сойера напишите ну и последнее очень красивое издание Великий Гэтсби Скотт Фиджерайт конечно же я смотрела фильм смотрела его не один раз я обожаю этот фильм во первых я обожаю Леонардо Ди Каприо просто молодости нет а вот сейчас да не в своей молодости а в его молодости да и плюс очень красиво снят фильм я помню мне так понравилась там фраза где он возвращается в этот особняк разговаривает со своим соседом и он ему говорит нельзя вернуть прошлое это так поворачивается конечно можно конечно можно я помню меня тогда так это зацепило да даже помню этот момент когда это было очень мне нравится этот фильм и решила взять книгу вау 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 посмотрите как красиво такие еще выпуклые немножко эти части все блестит вау 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 как красиво я тоже с иллюстрациями Ммм, смотрите Две виллы Друг напротив друга Блин, очень классно Я даже не знаю, что я следующее буду Но я в принципе знаю, что я следующее буду читать У меня есть план на следующие две книги У меня много чего я хочу прочитать В первую очередь Но первые две уже я задумала А дальше посмотрим, даже не знаю Теперь столько всего Ха Класс О, тут очень приятное здание Толстые, толстые, белые Страницы такие прям приятные Очень красивая книжка Шикарно Блин, мне кажется Это самое красивое из всех, которые я покупала Мне оно очень нравится Ммм Чаёчек С конфеткой С конфетулей Ещё один момент Вот, мне ещё одна пришла Эта штучка Для книжки Не могу убрать Вот это мне нравится, что она Покетбук Такая же, как Самый Покетбук То есть от той же фирмы И Ну не знаю Коричневая Что-то мне хочется Чёрная Чёрная Вот это мне нравится, что чёрная Но мне не нравится Этот Как это называется Ой, доча Сейчас засветит вам И вот я тоже нашла От Покетбук Вроде бы это Мне кажется Это большая Блин Блин, вот это классная Но большая Вот, посмотрите Какая приятная Холодная Блин, вот это классная Но это огромная Хотя там стояло То же самое Это не на мой Покетбук Такого размера У меня тоже был Покетбук Сейчас я посмотрю Ещё где-то Если найду где-то Вот точно такой же Возьму её Да Она мне больше всего нравится Я сказал Поздравляю И счастья тебе желаю Что? Вот посередине Что? Как буду я шить Сонь Смотри, какое платьишко Мама тебе взяла Красиво Иди сниму Мне нравится ей Господи Давай Ой, ой, ой Давай Снимай Что-то они какие-то узкие Ну всё Снимаю, снимаю Померили Не смогла бы всё показать Она не очень хотела мерить Платье Супер Оставляем Все штаны уходят Эти с H&M Подошли вверху Но они слишком длинные А эти Нормальные длины Но очень узкая Вот здесь Прям жмёт сильно Сонечка Не спи Ребят Соня Ты чего Пол седьмого Ни туда Ни сюда Не спала Что-ли В садике Соня Улыбается Улыбается уже Сонь Давай Не надо мне тут засыпать Соня Всё, уложила я Соню Я думаю, она в садике Не поспала, наверное Но обычно Если она не спит в садике По дороге домой Она засыпает в машине А в этот раз не заснула Ладно Я уже Всё закончила Я смонтировала влог Сейчас с вами попрощаюсь И тоже иду на покой Время Полдесятого Пойду Хочу дочитать Может быть Блин Мне там 130 страниц надо Вряд ли я её сегодня закончу Хотя хотелось бы Нет 130, наверное, не закончу Может, закончу Посмотрим Как пойдёт Вот вечером Вечером всё Пролив сил Энергии Я не знаю, что с этим делать Завтра иду, кстати, на маникюр Хотя, да Вроде ещё нормуль Но не Смотрите Уже отрос Всё равно чуть-чуть Ну как Две недели прошло Почти Меньше чуть-чуть Я не могу долго с красным Хотя, кстати Мне нравится сочетание красного с розовым Прикольно Посмотрим Что мне сделать Светлое или тёмное Что-то цветное Точно нет После красного Мне надо какой-то Либо тёмный Либо светлый Ладно Подумаю завтра Всё, ребят Я на этом с вами прощаюсь Надеюсь, вам понравился этот влог И мы увидимся с вами завтра Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...